Был янтарным, стал хрустальным. Здание реконструировали из бывшего культурно-досугового комплекса янтарь. Оставили лишь стены и фундамент. Теперь хрустальные люстры, лепнина, оркестровая яма и сцена с поворотным кругом. Всё напоминает тот малый театр, к которому труппа привыкла в Москве. Все наши пожелания были учтены. Потому как построить просто домик – это не театр. Театр должен соответствовать определённым требованиям. Все строительные материалы, которые здесь использовались, они согласовывались с нашими специалистами. Возводили филиал в рамках пятистороннего соглашения между Министерством культуры России, Малым театром, правительством Югры, компанией «Лукойл» и администрацией «Коголыма». Филиал одного из старейших театров страны открыли громко, со звёздами сцены и политики. Россия – страна великой культуры. Но очень важно, чтобы наше культурное пространство расширялось. Чтобы для жителей таких вот индустриальных городов были возможности ходить и видеть лучшие спектакли российской культуры. Малый театр часто называют домом Островского. Неудивительно, что и первая сыгранная пьеса в новом здании – его авторство. На всякого мудреца довольно простоты. Это правильно, потому что 60 тысяч город и нет театра. Театры должны быть везде. А то, что это делает малый театр, так я горд тем, что я тут работаю. Это мой дом. 40 лет мой дом. И то, что мой дом растёт и становится интереснее, меня радует. Подумали и о детях. Для них привезли спектакль «Снежная королева» с не менее известными артистами. У нас несколько спектаклей есть детских. И очень хорошие, кстати. Этим же режиссёром поставлены. Я там не занят. Но они как-то вот так не воодушевляют меня. А вот это я когда иду, вот там кусочек сердца оставляешь. Я вам скажу почему, секрет. И на одной из репетиций режиссёр сказал, слушай, ну ты же понимаешь, что ты играешь? Ты же зло. А ты вот такое зло, что вот тебя любят дети. Пока в Когалыме будут работать те же артисты, что и в Москве, приезжать на гастроли. Позже трупы филиала соберут из выпускников театрального училища имени Щепкина. Артистам предоставят 17 квартир. Перед зерой развития мы все будем сопереживать этому коллективу. Потому что для нас очень важно, что с приходом и размещением этой сцены малого театра у нас в Югре, в Когалыме, югорчане или театр стали ближе друг к другу. И казалось бы, какое отношение, пусть и такое грандиозное событие в Когалыме имеет к Сургуту? Во-первых, чтобы увидеть спектакли столичного уровня, теперь не нужно летать в Москву. Во-вторых, во время работы в Югре малый театр планирует гастролировать по нашему региону. Заедут и в Хантамансийск, и в Сургут. Екатерина Любешева, Сургут Интерновости, при содействии медиахолдинга «Западная Сибирь».